Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Они посвятили свою жизнь служению детям. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила с профессиональным праздником лучших педагогов и воспитателей. В Самаре теплом обеспечены более 68% многоквартирных домов и 95% социальных объектов. Особенности этого отопительного сезона обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Не дня без спектакля. В Самаре завершился шестой межрегиональный фестиваль «Волга театральная», за время которого зрители увидели 13 постановок. 2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования. Праздник установили указом президента в прошлом году. Работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что в этом году сразу три самарских колледжа стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в целях создания образовательных кластеров, а также образовательно-производственного центра для строительной энергетической отрасли. Благодаря национальному проекту образования, усилиям правительства области и при поддержке предприятий строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса учебных заведений, студенческие общежития, обновляются десятки мастерских. За всеми этими достижениями стоит кропотливый труд преподавателей и мастеров системы СПО. Всех, кто отдает свои силы обучению и воспитанию рабочей смены. Дмитрий Азаров выразил педагогам благодарность за ответственное отношение к делу, верность избранному призванию, искренную заинтересованность в результатах своей работы. А уже 5 октября в мире отметят Международный день учителя. В преддверии праздника в администрации Самары чествовали лучших педагогов. Собравшихся поздравила глава города Елена Лапушкина. В числе номинантов 24 учителя и воспитателя самарских школ и детских садов. С теми, кто посвятил жизнь служению детям, пообщалась наша съемочная группа. Снежана Казакова – потомственный педагог. В профессии уже больше 30 лет. Рассказывает, творчество – главный инструмент обучения. Такой подход объединяет детей и помогает найти ответы на многие вопросы, интересующие малышей. Поэтому на занятиях ребята поют, а преподаватель играет на музыкальных инструментах. В этом году я просто активно развиваю детский театр. И уже в этом году я вижу, как изменились дети прошлогодние. Насколько они смело стали говорить, насколько они легко общаются друг с другом, насколько они делают все лучше других, потому что они почувствовали себя лидерами, почувствовали, что они могут сказать слово, их будут все слушать. Это очень важно, чтобы человек осознал себя как личность. За многолетний добросовестный труд Снежана Казакова получила особую награду от главы Самары Елены Лапушкиной. Всего в числе награжденных 24 учителя и работника дошкольного образования. Честовать лучших специалистов сферы в преддверии профессионального праздника стало доброй традицией. С вами дети чаще проводят время больше, чем в семье, больше, чем с родителями. И, конечно, вы являетесь для них тем маяком, на чей свет они, в общем-то, идут. Поэтому всегда держите этот свет зажженным. Я искренне хочу вам пожелать здоровья, я искренне хочу вам пожелать благодарных учеников, чтобы спустя много-много лет они помнили ваше имя. С награждения лучших педагогов в Самаре стартует большая учительская неделя. На этот период запланировано много событий. Все, чтобы сказать спасибо тем, кто посвятил жизнь служению детям. Михаил Герморенко, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжают подключать к отоплению объекты социальной сферы и многоквартирные дома. Напомню, официально отопительный сезон стартовал 25 сентября. Но уже за неделю до официального старта тепло начали подавать в больницы, дома ребенка, детские сады и организации, где люди пребывают большую часть времени. На сегодняшний день теплоснабжением обеспечены более 68% многоквартирных домов и 95% социальных объектов. Такие цифры озвучили на еженедельном совещании в администрации города, которое провел первый вице-мэр Владимир Василенко. Как идет плановое подключение Самары к теплу, в репортаже Ольги Павловой. Более 68% многоквартирных домов и порядка 95% социальных объектов уже подключили к теплоснабжению. Официально отопительный сезон стартовал в Самаре 25 сентября, но за неделю отопление начали подавать в больницы, дома ребенка, школы, детские сады и организации, где люди пребывают большую часть времени. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включать отопление на объектах соцсферы, не дожидаясь плюс 8 градусов в течение пяти дней. Стоит отметить, что процесс пуска тепла не одномоментный. Если мы говорим сейчас о процентах, то потом будем говорить о квартирах, и люди будут звонить, отрабатывать совместно. ПТС, значит, будем ПТС. Будет управляющая компания, значит, управляющая компания. Но тепло подавать. На еженедельном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Владимир Василенко в очередной раз напомнил специалистам профильных департаментов и ведомств о необходимости оперативной обработки обращений граждан. Контроль за пуском тепла должен осуществляться адресно, чтобы все многоквартирные дома и объекты соцсферы были обеспечены комфортной температурой и горящими батареями в срок. Несмотря на то, что в Самаре до сих пор стоит комфортная погода и среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже 8 градусов, «Работа по пуску тепла должна быть не просто поэтапной, а заблаговременной», отметил первый заместитель главы города Владимир Василенко. «Все работы остаются на непрерывном контроле мэрии и ресурсоснабжающих организаций». Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Окружить теплом не только дома, но и на зимних улицах. В Самаре в клиентских центрах Т-Плюс прошла акция, посвященная Дню пожилого человека. Людям серебряного возраста, которые пришли решить свои вопросы, вручали небольшой презент – теплые варежки. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня утром Юрий Гольцов с супругой, пришедшей в офис компании Т-Плюс, чтобы решить свой вопрос, смогли получить не только качественную услугу, но и небольшой подарок ко Дню пожилого человека, который отмечался в это воскресенье. Т-Плюс хорошо организовала. Главное, что нет очереди. Главное, что приходишь в прекрасный офис, все прекрасно выглядит. Без очереди приходишь, решают твои проблемы и довольны, счастливы уходишь. В офисах в Самаре, в Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани специалисты компании вручали клиентам серебряного возраста приятный презент – варежки и поздравительную открытку. Мы искренне хотим поблагодарить наших клиентов старшего возраста с добросовестным исполнением своих обязательств по оплате коммунальных платежей. Конечно, пожелать им здоровья, долгих лет жизни и жизненной энергии. Также клиентам рассказывали про возможности дистанционных сервисов компании. Благодаря их использованию пожилые люди могут экономить время и провести его с близкими или занимаясь своими увлечениями. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Самару посетили члены общественной палаты Ижевска. Группу встречали и сопровождали представителей Самарской общественной палаты. Основная цель встречи – обменяться опытом выстраивания взаимодействия местных органов власти с общественностью, некоммерческими организациями и бизнесом. Подробности расскажет Галина Топилина. Самара готова делиться накопленным опытом налаживания взаимодействия институтов гражданского общества с властью, некоммерческими организациями и бизнесом. Это происходит за счет выстраивания партнерских отношений и создания благоприятных условий для деятельности и плодотворного сотрудничества. В регионе реализуются проекты, которые находят широкую поддержку общественности и выходят по значимости за пределы Самарской области. Проект «Джона Героев» в поддержку участников СВО. Волонтерские проекты, которые стали основой для внедрения в образовательный процесс Самарского колледжа федеральной программы обучения служения. Губернаторский проект «Содействие», который реализуется во взаимодействии с органами территориального общественного самоуправления. Проект «Школьное инициативное бюджетирование», появившийся на базе одной из самарских школ, получил свою поддержку общественности и теперь внедряется во все общеобразовательные учреждения Самары. Эти и другие проекты реализуются при участии общественной палаты Самары. Сегодня действительно во многих регионах накуплен уникальный опыт и только через общение можно понять, принять и пользоваться достижениями коллег. Для общественной палаты Ижевска это первый визит в Самару. По словам председателя палаты Александра Бодице, опыт выстраивания вертикали власти в городах, где налажено взаимодействие общества и власти через общественные палаты, интересен и уникален, особенно с учетом того, что не в каждом областном центре существует такая прослойка. То городское руководство, которое принимает для себя это, которое создает такой общественный институт, соответственно, готово расширять вот эти взаимодействия, связи с общественниками, видеть, слышать все это, вносить, исходя из этого, какие-то коррективы в свою работу, открываться для общества, для жителей. Это очень хорошая власть, хорошая города, на мой взгляд. Поэтому это уже интересный опыт в том плане, какие муниципалитеты делают этот шаг, какие муниципалитеты готовы к вот этому взаимодействию со своими общественными организациями, со сообществами, с третьим сектором. На экспертной сессии коллеги из общественных палат обменялись опытом работы в своих городах, рассказали об отдельных проектах, нашедших отклику общественности. Первый день визита делегации завершился экскурсией в Самарский областной художественный музей. В роли гида, директора музея и член Самарской общественной палаты Алла Шахматова. Я делилась не только знаниями о музее, но какими-то интересными историями из жизни нашей общественной палаты. И это такой был, мне кажется, даже не экскурсия, а какой-то живой экспром. На второй день визита в Самару участники делегации общественной палаты совершили прогулку по парку «Дружба народов». Здесь представлены дома, предметы быта народов, проживавших на территории Самарской области. В каждом доме свой хозяин или хозяйка, который в национальном костюме рассказывает о своем народе. Это тоже члены общественных организаций. Особый интерес у гостей вызвал дом, где представлена экспозиция их родной народности – удмуртов. Такое чудо случилось сегодня, когда мы зашли в Финогорский дом. Первый этаж посвящен удмуртскому народу. И девушка, которая там работает, она оказывается из нашей деревни, откуда я родом. Для меня это было таким чудом встретить на Самарской земле, вообще на свою родню практически. Поэтому это вот такое чудо. Во время визита общественные палаты Самары и Ижевска подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В его основе – стремление сторон развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться опытом. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Правоохранители взяли мужчину на улице Утёвской. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля свертки с веществом. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством общей массой более 41 грамма, что законодатель относит к крупному размеру. Мужчина пояснил, что в сети интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Возбуждено уголовное дело подозреваемому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги рейдов за выходные. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 74 водителя. За нарушение света пропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 268 автомобилистов. Также 42 водителя нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятия выявлены 58 правонарушений со стороны пешеходов и 98 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать правила дорожного движения. Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибудет в Самару и будет находиться в Софийском соборе с 5 по 7 октября. Поклониться святыне можно будет с 8 до 20 часов и 7 октября с 8 до 19.00. Ежедневно будут совершаться молебны с акафистом. По благословению патриархи Кирилла, ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающей в Троице-Сергиевой Лавре, побывает во всех регионах страны. После пребывания в Самарской области Ковчег побывает в Ульяновской, Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия, Чувашия, Мария. На площадке реабилитационного центра у села Лопатина, где содержатся собаки, которые лишились хозяев или раньше были бездомными, прошел осенний праздник. Ежегодно сотрудники центра устраивают день открытых дверей. Жители региона могли погулять и поиграть с приглянувшейся собакой. Случалось, что в результате такого общения питомцы ветцентра находили себе любящих хозяев. Из села Лопатина репортаж корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Почти весь субботний день пятилетний Федя Петухов вместе с мамой провел в селе Лопатина. Ветеринарный центр, который там расположен, устроил для жителей области осенний праздник. Любой желающий мог погулять и поиграть с четырехлапыми обитателями, собаками самых разных размеров. Маленькие мне нравятся. Мне нравятся вот такие вот вытянутые, вот такие вот длинные мне нравятся. Люди начали приезжать в ветцентр еще до официального начала праздника. Супруги Татьяны и Сергея Лукьянова решили погулять с двумя хаски – Марсом и Алмазом. С собаками этой породы общаться они умеют. Очень любим собаку. У нас у самих есть собака, тоже хаски. Поэтому сегодня мы тоже гуляем с хаски, потому что имеем опыт. Ну и просто прекрасный день. Почему бы не подарить пушистикам вот такую прогулку. Как принято, в гости с пустыми руками не ходят. Многие посетители в этот день приехали с гостинцами для животных. Впрочем, сама прогулка для четырехлапых обитателей ветцентра – это уже большой подарок. Если одна собака выходит гулять, они же друг друга видят, даже там через стену. Стены хоть и глухие, но когда выводим, все, они ревнуют, они тоже хотят. Поэтому слышите такой лай. Мы их разделяем. Они у нас стоят по четыре, по пять голов в вольерию. Перед прогулкой каждую собаку обрабатывают средством от клещей. В такую теплую сентябрьскую погоду эти насекомые особо опасны. Какой пес выйдет на прогулку – решают сотрудники центра. В нем постоянно живут около 300 собак. Выгуливать ежедневно каждую из них у сотрудников просто нет возможности. Поэтому первыми в очередь встали те животные, которые не выходили за ворота ветцентра около двух недель. Такой праздник для людей и животных здесь устраивают каждый год. Мы придумали его для того, чтобы у наших собак была возможность пообщаться с людьми. Потому что, учитывая их количество, более 300, конечно, у нас нет возможности погулять с каждой собакой каждый день. Им очень не хватает этого общения. И, конечно, это большой вклад в развитие нашего социального направления. Знакомство людьми, знакомство детей с тем, как нужно относиться к бездомным животным. Вообще, как нужно взаимодействовать с собаками. Для нас это очень важная тема. Люди продолжали приезжать в течение всего дня. Гости праздника выгулили. 66 собак. Один пес даже нашел себе хозяев и уехал домой. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Шквал аплодисментов и крики «Браво!». Шестой межрегиональный фестиваль «Волга театральная» завершил свою работу. 13 актерских коллективов из 10 городов показали самарскому зрителю, каким разнообразным может быть театр. Кто получил главный приз фестиваля, расскажет наш корреспондент. Не дня без спектакля. Под таким девизом жила Самара всю прошедшую неделю. Под шквал аплодисментов и крики «Браво!» межрегиональный фестиваль «Волга театральная» завершил свою работу. Страсть, ненависть, любовь и боль – все эти чувства буквально бушевали на сценах самарских театров. Шестой раз проходит фестиваль. И мне очень радостно, что он еще и растет. Растет его уровень коллектива, в который желает мне приехать. Масштабы театров растут. И маленькие, и очень большие гиганты есть театры. Поэтому самое главное мне, как устроителю, одному из строителей нашего фестиваля, приятно не то, что фестиваль жив и продолжает свою жизнь, а то, что он набирает обороты. Фестиваль собрал творческие коллективы из 10 городов России. Зрители увидели 13 постановок. Свои таланты показали театры из Оренбурга, Рыбинска, Уфы, Йошкаралы, Альметьевска и Чебоксар. 63-й регион представляли театры Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. На самом деле Самара очень театральный город. Зрители любят театр. Приходят на самые разные формы и современные вещества. Приходят на классику. Тем более в этом году замечательные у нас театры приехали из национальных республик. Главный приз фестиваля получил Альметьевский татарский драматический театр. Артисты представили на суд зрителей. Спектакль «Не был женат» по мотивам одноименной повести писателя Гаяза из Хаки. Члены жюри сошлись во мнении, это заслуженная победа. Мы же в общем разные все. Мы можем дружить в жизни и до драки спорить, когда идет речь о каком-то спектакле. А можем наоборот не дружить совершенно в жизни. И вдруг вот оказывается, что мы абсолютно одинаково судим. В этот раз на редкости единодушным нам даже не надо было руки поднимать. Мы просто все понимали сразу, что мы выбираем одно и то же. Самарские театры также не остались без наград. Наталья Носова получила приз за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Шут Балакири» в театре «Самарская площадь». А ее коллега Роман Лексин стал победителем в номинации «Лучшая роль молодого актера». Спектакль «Ви» театра «Мастерская» был награжден за актерский ансамбль и хореографию. Исполнитель роли Мармеладова в спектакле «Эпилог» театра «Камерная сцена» Олег Бабанов признан победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Фестивальная программа завершилась постановкой Оренбургского драматического театра имени Горького. Зрители увидели спектакль «Беспреданница. Это история. Поиск правды, силы действий, крик отчаяния и борьба во имя чувств». «Я только хочу вас полюбить, понимаете? Меня манит тихая семейная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье, но поддержите. Мне нужно ваше одобрение, ваше сочувствие». «Я люблю театр, наверное, за вот это ощущение волшебства. Ощущение того, что ты можешь здесь сейчас прожить вместе с актерами что-то такое, что-то узнать о себе нового. Переосмыслить что-то, почувствовать это ощущение катарсиса. Измениться, наконец». Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Спортивные команды Самарской области провели удачные выходные. Футбольные крылья Советов и гандбольная «Лада» продлили победные серии в своих чемпионатах. Хоккеисты «Лада» и ЦСКА ВВС победили в выездных встречах, а баскетболисты «Самары» с победы начали новый сезон Единой Лиги. Подробности в нашей спортивной рубрике. Самарские крылья Советов продолжают покорять чемпионат России по футболу. Команда не проигрывает уже пять игр подряд. Накануне в Олжане дома разгромили московский «Спартак». Игра с первых минут проходила на встречных курсах, но хозяева смогли реализовать свои моменты. И уже к 25-й минуте, благодаря дублю Горшкова, ввели 2-0. Гости пытались отыграться, но по-настоящему опасных моментов создать не смогли. А самарцы уверенно убегали в контратаке. И еще дважды поразили ворота гостей. Отличились Гаре и Шитов. 4-0 – уверенная победа крыльев. Самарцы находятся на втором месте в турнирной таблице и остаются самой результативной командой чемпионата. Баскетболисты Самары начали сезон единой лиги с домашней победы над Енисеем из Красноярска. Самарцы уверенно начали матч, лишь раз в первой четверти, позволив гостям подобраться на расстояние одного точного попадания. После этого в Олжане уверенно контролировали ход встречи, ведя в счете более 10 очков. При этом очки набрали почти все выходившие на паркет. Сразу 9 человек отметились в протоколе. Такому атакующему разнообразию гости ничего не смогли противопоставить. 83-63 – победа Самары. Хоккеисты «Лады» продолжают свою удачную серию. Команда уже 10 игр подряд набирает очки в КХЛ. Накануне тольяттинцы встречались в Минске с местным «Динамо». Первый период остался за хозяевами, которые открыли счет в матче. Во втором игровом отрезке автозаводчане стали активнее и сравняли счет, после чего отдали инициативу хозяевам, действуя на контратаках. В основное время счет не изменился, а уже в овертайме тольяттинцам понадобилось лишь 40 секунд, чтобы одержать первую победу в дополнительное время в этом сезоне. 2-1 в пользу «Лады», которая занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. Хоккеисты ЦСКАВС одержали одну из самых крупных своих побед в ВХЛ. Летчики на выезде разгромили Ишталь 1-7. Начало разгрома было положено в конце первого периода, когда с промежутком в одну минуту гости забросили две шайбы. Затем самарцы постепенно увеличивали разницу в счете, доведя ее до неприличной – 7-0. Однако оставить свои ворота в неприкосновенности так и не удалось. За минуту до конца матча хозяева реализовали большинство и установили окончательный счет. Самую крупную победу в ВХЛ ЦСКАВС также одержали в матче против Иштали 5 лет назад. Тогда счет был 9-0. Гандболистки Лады одержали шестую победу подряд в чемпионате России. Очередной жертвой тольяттинской команды стали игроки столичной команды «Луч». Встреча проходила в Тольятти. Гости держались на равных с Ладой первые 7 минут, после чего разница в счете постепенно увеличивалась. В итоге, во втором тайме, обеспечив себе комфортное преимущество, тольяттинки старались играть не только эффективно, но и эффектно, чтобы порадовать болельщиков. 40-25 – уверенная победа Лады. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарском регионе проходит областная общественная акция «Благородство». В этот раз она посвящается году педагога и наставничества и 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести Створянской». Номинации акции «Забота и милосердие», «Добровольчество», «Благотворительность», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Мужество» и другие. Ежегодно в оргкомитет поступает порядка 300 и более заявок с историями, в которых рассказывается о достойных и благородных делах наших земляков. Чтобы принять участие, необходимо до 20 октября подать заявку по адресу улицы Самарская, 179, дом журналиста или на электронную почту. В Самарской области до 2025 года продлили действия льготных ставок по упрощенке, информирует городской департамент экономического развития инвестиций и торговли. Документ предполагает снижение налоговых ставок по упрощенной системе в три раза. Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей. Под их действия попадают социальные предприниматели организации, предельный доход которых за год не превышает 50 миллионов рублей. Еще одной категорией являются новые ИП, зарегистрированные с 1 января этого года и осуществляющие свою деятельность в малых населенных пунктах, где проживает не более 5000 человек. Эти предприниматели не должны торговать под акцизными товарами, а предельный уровень их годового дохода не должен превышать 10 миллионов рублей. Статус социального предприятия – субъект МСП, соответствующий определенным критериям, могут получить, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. В Красноглинском районе Самары трудолюбивые жители ежедневно создают красоту и уют около своих домов. Например, в поселке Красная Глинка на улице Батайская у дома номер 13 прекрасные цветы и ручной декор. За красоту и ежедневный труд администрация Красноглинского района благодарит Галину Маркову. Поделиться фотографиями красивых клумб во дворах можно в предложке телеграм-канала. Фотографии должно быть не менее трех. Также нужно указать фамилию, имя, отчество жителя, который благоустраивает свой двор. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин